Теперь сходитесь, теперь сходитесь, Дмитрий Бутри на коротком веке окончательных решений. Газета «Коммерсант» номер 39 от 5 марта 2019 года, строение 7. При всякой попытке окончательного решения госрегулированием какого-либо вопроса любое решение, даже защищенное высшими государственными интересами, временно, и дело даже не в постоянных попытках размыть принятое, казалось, окончательно и навсегда, а в том, что конкуренция – универсальный механизм. Один из примеров такого окончательного решения – правило распределения нефтегазовых участков на континентальном шельфе, по данным «Твердый знак», в ближайшие дни правительство своим постановлением все же введет возможность аукционной торговли этими участками. Напомним, с 2000-х годов поправками к закону о недрах и нормами закона 1995 года о континентальном шельфе возможность добывать нефть и газ на крупных шельфовых участках предоставлена была, в довольно казуистических формулировках, в теории позволяющих расширение, двум компаниям под газконтролем – «Газпрому» и «Роснефти». С тех пор их позиционная борьба вокруг шельфовых месторождений привела к тому, что большая часть лицензии уже нашла своего хозяина, или компанию под руководством Алексея Миллера, или компанию под руководством Игоря Сечина. Чем меньше оставалось нераспределенных лицензий, тем больше проблем создавал нынешний де-факто заявительный порядок. В 2015 году «Роснедра» после конфликта «Газпрома» и «Роснефти» по мурманскому месторождению заморозили распределение участков. Затем Минприрода два года обсуждала, не устроит ли ему аукционы между двумя газкомпаниями на спорные участки, что, естественно, не поддерживали ни «Газпром», ни «Роснефть». Тем не менее появившаяся в 2009 году норма закона о континентальном шельфе, по которой участки распределяются безаукционно, в ноябре 2018 года была ликвидирована. В течение трех месяцев сложилась почти анекдотическая ситуация. С одной стороны, в новой версии закон уже не требует, а допускает проведение аукционов по шельфу. Осталось около пятой части нераспределенных участков. С другой, никто не отменял и нормы, по которой на шельф де-факто имеют доступ или «Газпром», или «Роснефть», они раз в год, до 1 марта, подают заявки на интересные им участки. С третьей же стороны, в последние годы вообще никакие заявки не удовлетворяются. По данным «Твердый знак», в ближайшие дни проблему намерен решить «Белый дом», правительство готово выпустить постановление, изменяющее действующие правила. Согласно его проекту, компании смогут делать любые заявки, если они не пересекаются, они получают участок без аукциона. Если пересекаются, до 1 мая «Роснедра» оформляют протокол об этом факте, проводят переговоры о разделе участка и, если они не удались, организуют аукцион. Разумеется, с очень большой вероятностью в ближайшие годы никаких аукционов по шельфу между «Газпромом» и «Роснефтью» не будет. Но вечное решение о разделе шельфа между газкомпаниями в очередной раз чуть-чуть сдвинется в сторону рыночной нормы. Ничего вечного в газрегулировании не бывает.